Зажги! 200 оренбуржцев примут участие в эстафете Олимпийского огня. За 123 дня главный символ игр, факел, пронесут по территории всей России. Это 65 тысяч километров, почти 3 тысячи населенных пунктов. Где оренбуржцы смогут увидеть Олимпийский огонь и что нужно сделать, чтобы прикоснуться к истории? Узнала Юлиана Третьяк. Российский эстафет Олимпийского огня станет самой многочисленной за всю историю Олимпийских игр. Весь мир сможет увидеть, как живут в самых удаленных уголках нашей Родины. В Оренбург факел прибудет в конце декабря поездом из Уфы. Разработчики обещают, его увидит каждый. Добавлены добавки, которые позволяют делать огонь видимым во время дневного освещения. Протяженность Олимпийской эстафеты в Оренбуржии составит 60 километров. 200 факелоносцев пронесут главный символ Олимпийских игр по местам родным каждому оренбуржцу. Советская беловка Чкалова-Держинского. На таком маршруте настояла городская администрация. Горожане должны увидеть Олимпийскую эстафету из окон собственных квартир. У нас были споры с представителями оргкомитета из Москвы, потому что мы все же настаивали, чтобы маршрут прошел по спальным нашим районам, которые дали бы возможность большему количеству оренбуржцев увидеть это шоу. Стать факелоносцем может абсолютно любой житель Оренбуржии, которому исполнилось 14 лет. Главное требование – вести здоровый образ жизни и стремиться к совершенству. Возможно, факелоносцами станут и учащиеся образовательных школ, победители предметных олимпиад, сотрудники службы быстрого реагирования, отличившиеся при исполнении своих служебных обязанностей. Это и скорая помощь, и МЧС, и пожарная служба, и многие другие люди, подходящие под критерии, утвержденные Международным олимпийским комитетом. Люди также с инвалидностью в равной степени могут стать факелоносцами. Окончательное решение будет принимать сочинский оргкомитет. Подать заявку можно прямо сейчас на официальном сайте 22-х зимних олимпийских игр в Сочи 2014.